Уважаемые родители, бабушки и дедушки, мы продолжаем разговор о травмах шейного отдела и их последствий. И прежде чем мы продолжим наш рассказ, ответ на вопрос, который вас заинтересовал. Мы более часто стали спрашивать о проблемах травмы шейного отдела у детей, рожденных путем кесарево-сечения. К сожалению, любое повреждение, любое применение рук во время родов влечет за собой микротравму. И даже когда ребенок вынимается искусственным путем, вынимается руками акушера, все равно шейный отдел сдвигается со своего определенного природы места и он травмируется. Да, возможно, при кесаревом сечении нет таких тяжелых травм и тяжелых последствий от этого, действительно. Но шейный отдел все равно страдает и какие-то клинические проявления этого возникнут по истечению времени. Следующий вопрос, который вы задавали довольно часто, это что все-таки делать и на что обращать внимание, сначала, наверное, на что обращать внимание при ситуации, когда можно заподозрить повреждение первого, второго шейного позвонка. Я уже немножко касался этого вопроса в прошлый раз, уточню еще более подробно. Любое отклонение ребенка от нормального развития, от нормального течения его существования может говорить о нарушениях. Это может быть беспокойство, это может быть нарушение желудочно-кишечного тракта, это может быть даже такие вещи, как нарушение выделения газов и так далее. Почему? Потому что вся проблема в изменении мышечного тонуса, любой акт, любая функция органов и систем человеческого организма, в том числе организма новорожденного, это работа мышц. Соответственно, мышечный тонус должен находиться в определенном напряжении, небольшом и немаленьком, потому что если он расслаблен, то возникает состояние, которое называется атония. То есть все движения, осуществляемые мышцы, они ослабевают. Соответственно, движение мышц пищеварительного тракта, так называемое перистальтическое движение или перистальтика, она нарушается. Отсюда и возникает ситуация запоров, отсюда и возникает ситуация плохого отхождения газов и так далее. Причина этого, помимо всего прочего, чаще всего бывает ситуация, связанная с нарушением мышечного тонуса. Нарушение мышечного тонуса – это причина повреждения шейного отдела. То есть недостаточное кровоснабжения тех или иных участков коры головного мозга, которые отвечают за мышцы желудочно-кишечного тракта. Нарушение желудка, кишечника, в том числе и толстого кишечника и так далее. Нарушение активности ребенка, то есть его беспокойство, его какое-то состояние вялости – все это является следствием повреждения шеи. И опять же, почему? Потому что нарушается мышечный тонус. Если мышечный тонус снижен, то ребенок вялый, ребенок не участвует активно в движениях, ребенок начинает отставать в физическом развитии. То есть если ваш ребенок где-то на первом месяце не держит головку, то это уже должно вас насторожить. Если ребенок плохо лежит на животе и носом тыкается на ту поверхность, на которой он лежит, и не может поднять голову и удержать ее хотя бы несколько секунд, это должно вас насторожить и должно заставить вас обратить внимание на мышечный тонус. И наоборот, да, немножко остановимся еще на этом, в дальнейшем эта ситуация будет только ухудшаться. И здесь очень частая ошибка родителей заключается в том, что они начинают искать причины в генетике, что вот, мол, у папы там поздно началась держаться голова, и он там поздно стал переворачиваться или сидеть, или ходить и так далее. Или там вспоминают, что другие дети в этой семье вели себя точно так же, и ничего, мол, ребенок выправится и так далее. Это отговорки, это, ну, скажем, простите меня, ваше нежелание смотреть правдиво в глаза, которое может привести к достаточно тяжелым последствиям, в том числе и развитию детского церебрального паралича. У меня достаточно много пациентов, которые приходят ко мне в возрасте 2-3-4 года, и выясняется, что они не сидят, не стоят, не могут ходить, и это все развивалось постепенно, и родители просто на это не обращали внимания. К сожалению, многие педиатры на это тоже не обращают внимания, говоря родителям о том, что ничего страшного, придет время, и ребенок выправится. Может развиться так называемый детский церебральный паралич, и тогда лечение будет длительным, сложным и гораздо более напряженным, чем если мы начнем какие-то мероприятия, пусть даже они будут носить профилактический характер. Если мышечный тонус напряжен, то есть участки мышц, которые отвечают за ходьбу, за положение тела, они напряжены, и ребенок, допустим, при постановке его на ноги встает на цыпочки, или ручки начинают, когда что-то пытаются взять, начинают дрожать, начинают подергиваться, может дрожать нижняя губа и так далее. Это говорит о повышении тонуса, и эта ситуация тоже должна вызвать у вас беспокойство. Что это значит? Это значит, что тот мышечный тонус сильно повышен. Мышцы, не получая достаточное питание, не получая достаточную иннервацию, реагируют другим образом. Они перенапрягаются, они не могут расслабляться, и это не дает возможность ребенку полноценно осуществлять двигательную функцию. Соответственно, двигательная функция снижается, и ребенок перестает правильно двигать руками, двигать ногами. Он позже начинает сидеть, он позже начинает ходить, он позже начинает брать игрушку, он не может ее удержать, потому что мышцы напряжены. Очень важно обратить внимание на симметричность этих движений, потому что если у ребенка левая рука, скажем, слабее, а правая сильнее, это не значит, что он потенциально правша, и так должно быть, потому что так есть у взрослых. Это значит, что есть какая-то проблема, чаще всего она связана с нарушением в шейном отделе. Теперь возникает вопрос, что делать в таких случаях. Что делать, если вы заподозрили такое состояние, такие нарушения, и на вас, по большому счету, специалисты, отвечающие за это, не обращают внимания. Нужно начинать реабилитацию таких детей, прежде всего, в том числе с альтернативной медициной. А именно, во-первых, нужен грамотный массаж. То есть массаж должен быть направлен на расслабление напряженных структур мышечных и на укрепление мышц, которые более слабы. То есть он не может быть одинаков на обе стороны и на все мышцы. Он должен быть разным. Вы должны это понимать. Это показатель того, что специалист, который работает с вашим ребенком, понимает, что он делает. Дальше. Очень хороший метод – это раннее грудное плавание. Если в вашем регионе нет бассейна и нет человека, который умеет работать с грудными детьми, это можно проводить самим и можно проводить ванной. Даже элементарной, не детской, а взрослой. Причем вы должны положить... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова